Согласно поручению президента страны, коммунальные тарифы должны быть снижены из-за режима ЧП. Но по признанию директора КТЭК, это может негативно повлиять на работу их организации. По поручению президента было о том, что снизить тарифы на 10%. Но 10% для нас это сложно. У нас вот удельный вес затрат в нашей тарифной смете. И 6 миллиардов 800, и 6 миллиардов 550 – это расходы, которые практически невозможно снизить. Остаются у нас ремонты, амортизация. Это означает, что мы не сможем какие-то ремонты в городе сделать. Это вы знаете, это уже чревато. То есть больше, чем на 2% снизить – это для нас тяжело будет. Накладывает отпечаток и долг Европейскому банку реконструкции и развития. Средства оттуда взяли на модернизацию систем теплоснабжения. Из-за колебаний курса долг вырос с 217 до 300 миллионов тенге. Выплачивать его для КТЭК – проблема. Там сейчас озвучивают о том, что имеются средства, выделяются деньги. Но в то же время у нас, если вы знаете, мы не получили в 2018-2019 годах суммы, которые были заложены правительством. Конкретно 962 миллиона мы не получили средства на наши объекты. В прошлом году, в декабре месяце, если помните, у нас был порыв на улице Тавель-Сыздек, возле Тумара. 180 домов остались из тепла. Именно на эту трассу нам выделяли, должны были выделить деньги из правительства – 562 миллиона. Они их не дали. Чтобы выплатить долг, теплокомпания надеется на субсидии. В то же время антибонопольная служба, вероятно, вошла в положение КТЭК, так как снизила тариф не на 10, а только на 2%, начиная с 1 апреля. Об этом стало известно сегодня днём. О таком снижении директор КТЭК говорил как о постоянном, а значит, оно продолжит действовать и после снятия режима ЧП. Что касается временных мер, то они тоже принимаются. Во-первых, приостановили начисление неустойки, пени, за услуги снабжения тепловой энергии. Приостановили начисление неустойки по лизинговым платежам, это значит, за теплощетчики, кто платит. Приостановили передачу нотариусам, судебные органы, пакетов документов на взыскание задолженности. Также можно получить отсрочку оплаты за тепло, как организациям, так и людям. Продлится она 90 дней с момента введения режима ЧП. Но для того, чтобы её применить, нужна веская причина, то есть документально подтверждённая потеря дохода. Заявление на отсрочку можно подать и письменно, и через сайт КТЭК. По всем вопросам следует обратиться по телефону 57 70 97.